Люди звонят, пишут, просят принять меры. Аргумент депутатов. Еще более весомый, агрессивные бродячие собаки нападают на людей. Страдают дети, пенсионеры, в деревнях другие домашние животные и птицы. Существующие меры отлов и стерилизация не приносят результата. По самым скромным подсчетам в крае 11 тысяч бездомных собак и число не уменьшается. По действующему закону усыпить могут только больных животных. Наши предлагают еще и страдающих бешенством, а также агрессивных. Но кто будет определять степень агрессивности? Мы прописали, определяет ветеринарный врач, зоопсихолог и кинолог. В Ласку привезли в наш приют собаку, видим, что агрессивная. Все, позвонили ветеринарию, приехал ветеринар, приехал зоопсихолог, значит, кинолог. Они посмотрели, да, действительно агрессивная. Есть там и хорошие собаки. Там что-то с ними и играют, и водят, и так далее. Но когда написано «не подходите», для чего мы ее 15 лет там будем держать? Что значит немотивированная агрессия? Какими тестами ее определять? Знаете, вот это английский тест, где там надо собаке руку на резинке сувать. Ну, собака, простите, она не дура, она понимает, что это рука-то не человека, а рука резиновая. Ну, то есть, все это до того, ну, как бы, не проработано. Поэтому даже сами депутаты говорят о том, что фактически будут признаны агрессивными все поголовные, мы просто всех поусыпляем. Дайте лишь нам лазейку. Софья признает, бродячих собак меньше не стало. А все потому, что существующий ныне закон не работает. Причем во многих российских регионах. Точно так же, как у нас в крае. У нас большинство муниципалитетов не могут найти подрядчика на эти работы. Соответственно, они вообще никого не ловят, не стерилизуют, не отпускают. И после этого они заявляют, вот, закон не работает, на улице бездомные собаки, их становится больше. Мы провели конкурс, уже второй в этом году. Никто у нас на конкурсную процедуру не вышел. И тем самым мы вопросы не решили с одной бродячей собакой. Она у нас покусала в апреле двух девочек. Те регионы, где работала эта система, дают очень позитивные результаты. Взять тот же самый образцово-показательный Нижний Новгород. Они в разы, в 10 раз сократили количество бездомных животных. Но опять же, эта работа должна вестись параллельно. Речь о работе с населением. Ведь именно люди заводят животных, а потом выбрасывают на улицу. Их или щенков, которых не желают оставлять себе. Так поступают не только с собаками. Я сама лично видела, открывается окно машины, вот так кошек вываливаются. Ну и просто они побежали. Никаких ни штрафов, ничего. Люди просто до последнего тянут. Они хотят просто, оставляют до последнего, а потом выбрасывают. Я не знаю, что тут нужно сделать. Со школьной скамьи нужно приучать детей к ответственности за того, кого ты приручил. Должна вестись по этому направлению работа. То есть, во-первых, естественно, учет и регистрация всех хозяйских животных для того, чтобы у хозяина не было возможности просто взять и выкинуть ставшую по каким-то причинам ненужную собаку. А во-вторых, естественно, вот эта программа максимальной стерилизации не только бездомных, но и хозяйских животных. К слову, депутаты тоже за повышение ответственности хозяев. Тех, кто выбрасывает собак, надо наказывать, пока этой поправки в федеральном законе о животных нет. Хотя алтайские парламентарии предлагали ее внести. Кстати, эвтаназию главы алтайских муниципалитетов поддержали. Впрочем, приют и, по мнению некоторых, гораздо более гуманная и правильная история. Но... Приют сейчас создать с нуля, по нашим подсчетам, стоит порядка 25-30 миллионов. Это минимум. И поэтому ни у одного муниципалитета таких финансовых резервов, я так думаю, не найдется. Что касается эвтаназии агрессивных собак, то, как нам сообщили в КЗС, средства планируют выделять из бюджета края. Кстати, уже восемь регионов страны вышли на федеральный уровень с такими же инициативами. Первыми были представители Забайкалья, где собаки загрызли семилетнюю девочку, и депутаты Архангельской области, где ситуация столь же сложная. Если алтайские депутаты в пятницу одобрят эту инициативу, поправки в федеральный закон, возможно, внесут уже к сентябрю. Добавим, что в марте прошлого года аналогичный проект, внесенный в Госдуму, отозвали спустя сутки. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком.